Я думаю, что это проблески больше того конкурента. Крики о помощи от стариков. Прокуратура проверит пансионат для пожилых в Улан-Удэ. Главное за день. Пожар в супермаркете, хулиганы-самокатчики и массовая смена имен. Мы ожидали только тепло, а оказалось, нам дали еще на все это, как бы еще обугородили. У нас даже не было пола. В Холинском районе открыли новый дом культуры. Подсчитываем количество кур умерших и количество вывезенных. Очаг птичьего гриппа в Улан-Удэ. Столица Бурятии приняла межрегиональные учения. Мы видим, что монгольский народ и русский народ – братья на века. 85 лет победы. В Монголии почтили память героев битвы на Халфинголе. Вы смотрите новости на АТВ. В студии Анастасия Левина. Здравствуйте. Сегодня в соцсетях разлетелось видео, на котором, по словам автора, видно, как в одном из пансионатов города мучают постояльцев. В тексте также указано, что жильцы ближайших домов постоянно слышат крики о помощи. Наш корреспондент выехал на место и выяснил, все ли так на самом деле. Крики о помощи от стариков. Вот такое видео взбудоражило сегодня пользователей сети. Как утверждают авторы, в одном из пансионатов старики кричат о помощи. Жители улицы провели собственное расследование. Человечность побудила. Из здания на Ключевской 54Б постоянно слышны крики. Бабушки и дедушки просят о помощи. Просят вызвать полицию. Мы сами отправились в этот пансионат. На удивление, нас пустили и даже провели небольшую экскурсию. У нас вид деятельности открытый. Мы ни от кого ничего не скрываем. По поводу того, что здесь доносятся крики, и кому это сообщили, откуда сообщили, с каких источников, это тоже непонятно. Это знаете, я думаю, что это поблески больше всего конкурентов. По словам директора, кричала одна из постоялец. По медицинским показаниям, ей запрещено курить. Из-за этого и весь скандал. Мы связались с ее дочерью. Иногда у нее бывают слезки агрессии. У нее деменция, поэтому я ее отвезла в пансионат. Нету претензий у меня никаких. Какие могут быть претензии? Я туда периодически приезжаю стабильно раз в неделю. Она все время скандалит. Она очень много курит. Из-за курения все скандалы. Ей не дают курить. Я прошу ограничивать девочек, что сигареты. Она из-за этого скандалит. Филиал пансионата существует не так давно. Основное здание на мелькомбинате. В Министерстве социальной защиты нам пояснили, что организация никогда в подобных скандалах не была замечена. Отзывы постояльцев тоже положительные. Отлично живу. Нет жалоб вообще никаких? А? Никаких жалоб. Никаких. Девушки очень хорошие все. Обслуга отличная. Вкусно варят, кормят. Девушки отличные. Всех по имени знаю. Несмотря на хвалебные отзывы, прокуратура уже заинтересовалась произошедшим. Специалисты проверят условия жизни здесь. Прокуратура Республики Бурятия организовала проверку по публикации размещенных средствах массовой информации о нарушениях прав лиц, проживающих в пансионате. В ходе проверки будет дана оценка соблюдения санитарной предпринимательской законодательства и противопожарного законодательства. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Мы продолжим следить за ситуацией. Кирилл Мешков, Артур Завержевич, телекомпания АТВ. Продолжаем. Торговый центр «Гвоздь», сгоревший в прошлом году, выставили на продажу. Об этом объявило Министерство имущества Бурятии. Продают несколько помещений. Одно из них площадью почти 650 квадратных метров. Стартовая цена – 35 миллионов. При этом отмечают, что зал поврежден огнем. О пожарах и других событиях прошедших суток расскажет Алина Котова в рубрике «Главное за день». Череда пожаров произошла минувшей ночью в Бурятии. В Улан-Удэ в частном доме на улице Строительная загорелась кухня. На месте работали 24 специалиста МЧС и 7 единиц техники. Внутри спасатели обнаружили 42-летнего мужчину без признаков жизни. Еще один 42-летний мужчина погиб в поселке Анахой за Играевского района. Его тело обнаружили очевидцы в сгоревшей бане. Предварительно причиной трагедии стала неправильная эксплуатация электрооборудования. Тем временем в Гусинозерске сгорел супермаркет «Дельта». Местные называют его легендарным. Он был одним из первых магазинов самообслуживания в городе. Площадь пожара составила 800 квадратных метров. На время тушения почти 50 человек эвакуировали из соседнего дома. Обошлось без пострадавших. С огнем боролся полный состав местной пожарной части и 6 единиц техники. Помимо супермаркетов в здании также располагались банк и другие офисы. В Улан-Удэ задержали хулиганов, ломавших электросамокаты. В погоне за зрелищным контентом трое подростков арендовали три самоката и начали сбрасывать их с лестниц. Трюк исполнили дважды – возле остановки «Сельхозакадемия» и на набережной. Видео с происходящим в своем телеграм-канале опубликовала одноклассница парней. Так вандалов и вычислили полицейские. Итог – административное дело по статье «Мелкое хулиганство» и протокол в отношении родителей за ненадлежащее исполнение обязанностей. Если нужно, я возмещу ущерб, потому что, ну, я считаю, подобные дела не должны случаться, и это все должно быть наказуемо. Ущерб придется возместить с большой долей вероятности. Собственник самокатов написал заявление о порче имущества. Первая литургия прошла накануне в строящемся Успенском кафедральном соборе в парке имени Орешкова. Богослужение возглавил епископ Севербайкальский и Сосновоозерский Николай. Также верующие помолились о скорейшем выздоровлении митрополита Улан-Уденского и Бурятского Иосифа. Как сообщалось ранее, в августе Игорь Балабанов – это мирское имя владыки – перенес серьезную операцию. Жителям Бурятии все чаще не нравятся свои имена. За прошлую неделю их официально сменили 30 человек. Статистикой поделились в управлении ЗАГС Республики. Еще за прошедшие 7 дней поженились 156 пар, однако 81 развелась. Также за это время зарегистрировали 210 актов о рождении и 248 о смерти. Дом культуры без крыши. Жители Улуса-Булу почти 10 лет жили без сельского клуба. В марте этого года их включили в национальный проект «Культура». Спустя полгода обновленное здание распахнуло свои двери. Репортаж с открытием смотрите прямо сейчас. Сельский дом культуры Улуса-Булум построили еще в далеком 1970 году. И с тех пор здесь не было ремонта, разве что в 2014 силами самих сельчан. Теперь здесь заменили крышу, утеплили стены, полы и даже установили сигнализацию. А все для того, чтобы двум сотням местных жителей было комфортно. В селе всего 200 человек. И дом культуры одновременно вмещает сразу всех жителей. Строительство обошлось почти в 11 миллионов рублей. Работа началась в марте. И вот накануне объект сдали. Самое главное, у нас была договоренность с ребятами, они наши местные, чтобы делали качественно, на совести. И все наши жители приходили, смотрели, инспектировали каждый шаг, смотрели, как они работают. Вообще все жители рады этому клубу. Выбор местного подрядчика – принципиальное условие. Жители села хотели лично знать тех, кто будет строить. Вместе с Домом культуры отреставрировали и местную библиотеку. Она расположилась в этом же здании. Теперь 9 кружков смогут свободно заниматься творчеством. В 2014 году мы в ТОСовском движении решили восстановить наш старый клуб. Он был полностью развален. Ни крыши, ни потолка, ни пола не было. Мы решили методом народной стройки восстановить данный клуб. На этом мы работали три года. Проблема одна оказалась, что у нас тепла мало, не хватает. Мы ожидали только тепло, а оказалось, нам дали еще на все это, как бы еще обугородили. По нацпроекту «Культура» в этом году открыли уже семь сельских клубов в разных районах Бурятии. Мы обязательно объезжаем наши объекты, смотрим степень их готовности. Месяц назад мы как раз-таки были в этом районе на трех объектах. Были удивлены качеством проведенных работ. И тогда мы убедились, что эти объекты будут завершены в срок, в чем мы сегодня и убедились прекрасным видом этого здания. Нацпроект завершается в 2024-м. Теперь все объекты перейдут из культуры в проект «Семья». Культура для семьи возьмет под свое крыло дальнейшее развитие сельских клубов в регионе. Из-за вспышки птичьего гриппа на одной из птицефабрик в Улан-Удэ уничтожили 80 тысяч куриц. На месте работали более 100 человек из разных ведомств. Примерно так прошли межрегиональные командно-штабные учения по устранению очага птичьего гриппа. Подробности далее. Птицефабрика «Ивановская» в Улан-Удэ – очаг птичьего гриппа. Заражено порядка 4 тысяч птиц. Сама фабрика выпускает более 16 миллионов яиц в год. Предварительная причина распространения заболевания – халатность руководства. Под угрозой все поголовье – 80 тысяч птиц. Над устранением последствий работают более 100 человек из разных ведомств. Такова легенда межрегиональных командно-штабных учений. Подсчитываем количество кур умерших, ну, умертвленных, и количество вывезенных. А я правильно понимаю, что поджат все? Да, все изъятие. Вообще полностью корма, потом яйца, которые уже готовы, продукция, и курица. За ходом учений следят руководители всех ведслужб Дальнего Востока. У каждого участника тут своя роль. Отрабатывают все этапы от обнаружения и подтверждения диагноза, и возведения барьеров, до непосредственно умерщвления, вывоза и утилизации останков птиц, а также дезинфекции. Здесь же и отработка действий в радиусе очага, в зону угрозы и зону наблюдения. Мы вакцинируем домашнюю птицу против гриппа птиц от очага 20 километров. Если птица заболела, то это 100% летальный исход и большая вероятность заражения всего поголовья. По сценарию все действия по ликвидации последствий занимают месяц и требуют тесного взаимодействия не только сотрудников ведслужб. Порадовало, что взаимодействие происходит не только на уровне служб субъектов и муниципалитетов, но в том числе в мероприятиях участвуют федеральные службы. Самое главное – максимально быстро локализовать и максимально на короткие сроки предпринять все возможное и невозможное, для того, чтобы болезнь начала распространяться дальше. Оценку помимо руководителей ведслужб субъектов в ходе совещания дал и замминистра сельского хозяйства России. Отработку устранения последствий Максим Увайдов оценил положительно, но обратил внимание на то, что всегда могут быть нюансы. Если у нас иногда бывает, что собственник отказывается проводить мероприятия, у нас должны быть силы готовые к тому, что придется это делать за счет ведслужбы. Не за счет собственника. И в этот момент мы должны быть готовы. При этом роль ведслужб в Бурятии трудно переоценить. Сейчас в республике активно развивается сельское хозяйство и животноводство. У нас предприниматели, которые раньше занимались добычей золота, у которых сегодня есть открытые лицензии, есть запасы, переключаются на инвестиции в сельское хозяйство, в животноводство непосредственно, и видят, что это перспективное направление в долгую. Не переключайтесь, сейчас небольшая реклама, а после нее вы увидите. Мы видим, что монгольский народ и русский народ – братья на века. 85 лет победы. В Монголии почтили память героев битвы на Халхенголе. Акция «Один плюс один в Абсолюте». Купи две упаковки вареников по цене одной. Абсолют. Гарант низких цен. Шокер «Цена» в Абсолюте. Лук репчатый, новый урожай всего за 43,80. Абсолют. Гарант низких цен. Спасибо, что вы с нами. Продолжаем. Следующий сюжет про очень неравнодушных людей. В селе Ягодное Селингинского района активно развивается движение ТОСов. По их инициативе там появился большой старообрядческий комплекс. Дарья Белева продолжит тему. Добро пожаловать в село Ягодное. Красивое название. Красивое село. Ягодное – единственное село Старовера в Селингинском районе. В 2017 году здесь по инициативе ТОСов начал появляться целый старообрядческий комплекс с часовней, усадьбой и музеем, главной его фишкой. И встречаем здесь гостей, провожаем, показываем, как жили наши предки. Из интересных вещей. Я вижу, очень их тут много, конечно. Но вот нам сказали, что вот это очень интересная вещь. Сейф. Все его почему-то потают с горбовиком. Но это сейф. Это, наверное, его нигде нет. Это у нас он только. Один, единственный. А вот когда туристы приезжают, чему они больше всего удивляются? Вот это зыбка. Вот это прялка. Вот это. Эти сундуки. Сундуки, что хоронили, как я говорю, невесту отдавали замуж. Это все приданное готовили. Галина Сергеевна 20 лет прожила в Улан-Удэ. Но вернулась на родину и стала заниматься культурной и социальной жизнью села. Сейчас единственное, чего она хочет, чтобы ягодное процветало. Когда дома все разваливаются, все изгороди валятся, душа болит. Вот и всех призываешь, чтобы шли на субботник, чтобы свои подняли все изгороди. Вообще сердце разрывается. Неохота, когда деревня умирает. Как не хочется, чтобы деревня… Ой, все, сейчас заплачу. Да. Не хочется, надо молодежи возрождать села. Потихоньку в Ягодное начинают приезжать молодые семьи, которые тоже заняты ТОСовским движением. Михаил живет здесь с рождения и уезжать никуда не хочет. Мужчина работает в местном ДК и помогает ТОСу стареобрядцев. В прошлом году благодаря нашему ТОСу мы приобрели лошадку. И вот работаем с детьми с ограниченными возможностями. Как бы в планах расширяться, 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 расти. Стараемся там расширить, чтобы рабочие места появились какие-то. Ну, потому что по-другому никак молодежь в деревню не тянется сейчас в данный момент. Вообще тяжело с этим. Ну, в данный момент, значит, здесь три семьи молодежи, кто пытается. Ну, кому не безразлична судьба деревни. Сейчас местные ТОСы планируют еще больше развивать туризм. На территории комплекса хотят возвести кузницу, а также построить туристический маршрут. Всю историю вот этого мы возрождаем, ну, помаленьку, но у нас получается, чтобы передать наследие нашим подрастающим поколениям в первую очередь. Когда вот поддержка огромная идет от ТОСовского движения, от вот этих финансирований, и люди тянутся, и больше развиваются. Ну, еще люди, здесь люди, в Ягодном, люди, вот даже в пожилом возрасте, они горят вниманием, поддержкой. Бурятия и Монголия – братья на века. В соседней стране отметили 85-летие победы советско-монгольских войск на реке Халхингол. В город Чайбалсан приехала делегация от нашей республики. Правительство Бурятии устроило международный автопробег дорогами отцов. Все подробности – далее. Из Улан-Удэ в Чайбалсан делегация из Бурятии посетила соседнюю Монголию. 26 августа там отпраздновали 85-летие победы советско-монгольских войск на реке Халхингол. Для нас это важная дата. 57 тысяч советских воинов принимало участие в боях на Халхинголе. И только из нашей республики было мобилизовано более 16 тысяч солдат. Из них полторы тысячи не вернулись, а позднаны только 400 человек. Вот такая печальная статистика тех боев на реке Халхингол. В честь памятной даты там прошел парад вооруженных сил России и Монголии. Также в городе торжественно открыли памятник маршалу Советского Союза Георгию Жукову. Это не только праздник, но и дань уважения нашему прошлому, нашим предкам. Здесь сегодня по-настоящему праздничный день, радостный день, так как мы видим, что монгольский народ и русский народ – братья на века. Почтили память и советских героев-летчиков. Здесь же уже вечером участники автопробега дорогами отцов провели акцию «Свеча памяти». В Монголии помнят историю и, конечно, уважают нашу общую победу, которая далась путем больших потерь. И для нас очень важно, чтобы молодежь двух стран продолжала тот наработанный опыт связи с нашим старшим поколением, продолжала и в текущее время дружить, общаться. Закончилось празднование совместным концертом монгольских и российских творческих коллективов, а военнослужащие Восточного военного округа запустили артиллерийский салют. Гости из разных уголков России переняли опыт Бурятии для развития туризма. Несколько дней в республике работала делегация участников программы Высшего резерва управленцев. Их цель – набраться опыта в регионах страны для реализации различных нацпроектов. Накануне вместе с главой Бурятии участники поговорили о сфере туризма. На протяжении трех дней представители федеральных и региональных органов власти знакомились с Бурятией и ее туристическим потенциалом. Гости из Ставропольского и Краснодарского краев Орловской области и Башкортостана – участники образовательной программы Высшей школы госуправления президентской академии по подготовке резерва управленческих кадров высшего уровня. В республику они прибыли, чтобы представить свои идеи по развитию туризма и учесть опыт Бурятии. Получилась такая активная дискуссия по каждому из вопросов. Нас слушали, как мы просили, нам возражали. Мы для себя какие-то моменты учли. А моментов в сфере туризма в Бурятии действительно много. При строительстве инфраструктуры, организации транспорта и многих других нюансов необходимо учитывать и логистику, и местные законы. Например, об охране озера Байкал и так далее. Отдельной темой для обсуждения стало создание типовых многофункциональных зон вдоль дорог. Такие зоны могут включать отели, детские площадки, магазины и многое другое. Мы дальше на себя взяли задачу более глубоко уже непосредственно с Росавтодором в Москве погрузиться в эти вопросы. То есть, например, у республики, соответственно, понять эти места размещения, как они их определяют. Я понимаю, что в данном этапе они их точно никак не связывают с туризмом, а связывают исключительно со своими какими-то требованиями. Один такой, возможно, появится в Иволгинском районе. Об этом рассказал Алексей Циденов. То есть, зоны там достаточно. Инвестор готов, что он там готов сделать и шиномонтаж, и кафе, и какой-то типа глэпинг. Кроме этого, обсудили создание новой цифровой платформы для туризма, привлечение в Бурятию сторонних гидов, увеличение автотуристов. Делегация пробудет в Бурятии до 31 августа. Далее участников ждет поездка в другие регионы. По итогам стажировки они дополнят свой проект по развитию туризма, чтобы представить его председателю правительства России Михаилу Мишустину. Защита проектов пройдет в ноябре этого года. Дарья Белева, Дорж Себеданов, Артур Звержевич, телекомпания АТВ. На этом я с вами прощаюсь, но впереди еще один полезный сюжет. До встречи в эфире. Что ты ко мне двигаешься? Не двигайся. Пишу. Все, супер. Как у вас настроение? Готовы? Отлично. То есть я изначально финансист, занимался и рекламой занимался, и программированием даже занимался, автоматизацией, строительством занимался долгое время. Я преподаватель. После окончания университета сразу же устроилась на свою кафедру, преподавала предметы маркетинг, менеджмент и параллельно еще, ну, как практик, работала маркетологом в разных компаниях. Мы были в ожидании ребенка, получается, строили дом, поняли, что нужна клевая мебель. И я говорю, Саша, нам нужен диван. Вот. Он такой, ну, ладно, хорошо, пошел на завтра, напилил каркас лобзиком. Ну, то есть, условно, это было так. Вот. Я говорю, ты же строитель, что-то диван не сможешь сделать. Все, сделали первый диван, а потом дальше уже начала работать сарафанка. И вот так вот хобби, оно как-то начало размножаться, размножаться. А я же маркетолог. Я такая, хм, с этим можно работать. Саша, как Стив Джобс, работал в гараже, пилил ручным лобзиком первые изделия. Это реально было очень круто. И, ну, вот, год, получается, мы работали просто дома из гаража. Что мои, что Сашины друзья? У каждого из наших друзей дома есть как минимум один предмет мебели, либо диван, либо кровать. Спустя полтора года, да, весной, мы решили, что нам нужен шоурум, потому что клиенты сказали, мы хотим пощупать и потрогать. Круто там, что у вас есть фото, есть образцы, палетки, но мы хотим щупать и видеть. И вот первое помещение наше маленькое, 40 квадратов, тогда взяли на ремонтную работу. Мы приезжали с дочкой, она там совсем маленькая была, и, ну, как-то так все пошло-поехало. В апреле заехали, техническое открытие было в июне, сделали, ну, официальное открытие, там просто были шары и три кровати, не две, а три уже. Все, в общем, собственными силами, на своих ресурсах, без там каких-то крупных заемных следств, ну, все в процессе. Заработали, купили оборудование, заработали там, поставили еще одну кровать в качестве выставки на шоурум и так далее. Инструмента не было, то есть мы женщинами не занимались, мы, помню, первое изделие себе делали, просто в аренду лобзик взял на вид, только там полторы тысячи, кому захватил, лобзико просто распилил. Самое главное, целеустремленность, нужно гореть именно этим бизнесом, нужно не останавливаться, в общем, идти вперед. Вот самое основное, это нужно упорство. Надо отдать Александру должное, он реально очень упертый. А я считаю, совет небольшой от меня, если лошадь сдохла, слезь. Это тоже важный момент. В Бурятии живут очень добрые люди, да, очень сопереживающие. То есть, первоначально, когда мы начинали производить мебель, продавать, да, то есть люди просто приходили, потому что мы именно с Бурятии. Поддержать просто нас. Просто поддержать. И за это, как бы, мы очень сильно благодарны, особенно первым покупателям, за их поддержку, за их сопереживание. Вот в этом плане, вот, как бы, Бурятия, она такой очень хороший регион для начала чего-то своего. Потому что даже в том же Иркутске, да, вот мы открывались, то есть там такого абсолютно нет. То есть там... Отношение другое совершенно. Когда мы делаем классные кровати, и они доставляются по всей России, живут там более чем, ну, сейчас уже больше там 1200 городов и населенных пунктов, таким образом люди узнают про наш регион. И это мой вклад в продвижение моей любимой Бурятии. И потом же они условно на тот же Байкал поедут не с Иркутской стороны, а с нашей. И это будет наш маленький-маленький, но вклад. С «Мой бизнес» мы сотрудничаем практически с самого начала. Они нам на самом старте дали очень классную поддержку. Мы поехали с помощью «Мой бизнес» на Экспо. Вот, это было наше, наверное, первое сильное заявление о том, что мы производители. Ну, практически регулярно обращаемся за какими-то консультациями. Мы сейчас, например, вот прямо сейчас, буквально утром, занимались регистрацией товарного знака. Там уже нам заявка одобрена, согласовались. Плюс, ребята очень классно помогли, я помню, мы обращались по юридическому вопросу. Кстати, мега оперативно, быстро и бесплатно. Ну, как бы, и реально классно, когда ты делаешь бизнес в регионе, где этот бизнес могут поддержать. Вот, это сильно. Наши деньги, которые к нам приходят, это огромный-огромный труд. То есть, чем больше денег, тем больше ты вкалываешь. То есть, если прямо они завтра образовались, то очень много работы. Это очень много кровати надо сделать. Да, это же надо же, ну, как бы, все сделать. Иначе ты получил деньги, завтра к тебе люди придут и будут требовать. Если бесплатно, завтра нам там насчет скинуть, то бесплатно. Конечно, мы поедем отдыхать. Конечно. Предпринимателю оказали господдержку Минпромторг Бурятии и Центр Мой Бизнес в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Акция «Один плюс один в Абсолюте». Купи две упаковки печенья «Брусничка» по цене одной. Абсолют – гарант низких цен. Школьный бум в Абсолюте. До 8 сентября покупайте канцелярию в магазинах «Абсолют» и участвуйте в розыгрыше айфонов 15. Вашему ребенку нужны очки? В оптике СССР большой выбор оправ, которые не ломаются. Очень прочные, безопасные и веселые для любознательных и активных детей. Позаботьтесь о здоровье глаз ваших деток. Я люблю оптику СССР! Улан-Удэ Стальмост приглашает на работу электросварщиков, слесарей по сборке металлоконструкций, маляров, сварщиков ручной сварки. Мы гарантируем официальное трудоустройство, социальный пакет, служебный транспорт в трех направлениях, дополнительное страхование от несчастных случаев, стабильная выплата заработной платы. Звоните 505-505-105. Улан-Удэ Стальмост. Без нас не строятся мосты. Без нас не строятся мосты. Улан-Удэ Стальмост. Без нас не строятся мосты. Продолжение следует...